Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается «Мужской понедельник» на 101.0. Вас приветствует ведущая передача Николай Голиков и Владимир Сметанин. Очаровательную газету, сейчас держу ее в руках, вернее, она передо мной находится. Огромная такая, вот Николай уже ее поддержал. Хороший такой старинный формат, да. Называется «Нейтральный Туркменистан». Нейтральный мне нравится, не агрессивный, нападать на нас не собирается. Нейтральный. Вот читаю, как Грубангулой Бердуй Мухамедова, президента Татарстана, величают. Его превосходительство, господин. Ну и тут же, соответственно, его фотография красочная, замечательная. Эту газету в нашу студию принес Евгений Дрогов, директор издательства «Ократкое». Евгений, добрый день. Здравствуйте. И в этой огромной газете, это А1, да, ведь формат? А1? Нет, это А2, по-моему. А1, по-моему, еще даже в Туркменистане издавать не начали газеты. Вот, их прекратили в определенное время. Вот, и в этой газете есть большая статья «Книга. Сила, ведущая к прогрессу». В Туркменистане открылся международный книжный форум. Это новость от 21 сентября. В этом мероприятии принял участие Евгений Дрогов. И вообще мы здесь собрались для того, чтобы поговорить о победах и успехах нашего издательства. Я имею в виду «Ократкое». За последнее время вот новость еще, вернее, пост, размещенный Евгением в его же Фейсбуке от 19 сентября. Итого 10 наград разного достоинства с сентября 2015 по сентябрь 2016. То есть я почти не ошибся, я сказал «11». «11» пост устарел. «Пост устарел». То есть я был все-таки прав, да? Да-да. Потому что мы когда анонсировали, я сказал «11 наград и все высшего качества». Просто на тот момент нас еще не наградили в Ашхабаде. В общем, впереди у нас более чем получаса для того, чтобы похвастаться и вспомнить о том, как же это все будет. Но сначала, Владимир, давай вспомним. Проопрос. Евгений, да, у нас все-таки есть опрос на сайте насчет новых книг современных авторов. И мы предложили пять вариантов ответа, то есть что люди делают с новыми книгами современных авторов. То есть покупают их, берут почитать у друзей и знакомых, берут в библиотеке, скачивают в интернете. Ну или давно ничего не читают. Такой вариант, сами понимаете, тоже есть. Владимир, у нас есть какой-то взвес общественного мнения? Сайт сейчас у нас перезагружен. На странице нашей ВКонтакте лидирует вариант ответа «скачиваю в интернете» почти 60%. На втором месте 20% покупаю, на третьем давно ничего не читаю. То есть у друзей и знакомых не берут, в библиотеку не ходят, так получается пока? А на сайте хакирова.ру на первом месте вариант ответа «покупаю». Слушай, мне это нравится, этот сайт, слушай. 50%? Вот это правильный, по-моему, ответ, потому что книги надо покупать. И формировать домашний библиотек. И не только формировать, потому что книга, это же все-таки произведение искусства, и можно просто держать в руках и получать от этого радость. Почему у нас, собственно говоря, Евгений сегодня и в гостях? Потому что книги, которые издает издательство «Краткая», это как раз из той категории книг, которые я взял в руки. Читать можно потом. Сначала смотришь, получаешь удовольствие. Ну что, мы в каком порядке пойдем? По хронологии, начиная с последних поездок и побед. То есть в обратном порядке. В обратном порядке. Как хотите. Про Ашхабад? Давай про Ашхабад, потому что мы начали с этой газеты. Ну мы, на самом деле, уже несколько минут уже, Евгения, слушали до начала эфира. Да, но замечательные рассказы. Все-таки совершенно такая страна, необычная для нас. Итак, Международный книжный форум в Ашхабаде. Да, мы во второй раз приняли в нем участие. В прошлом году у нас участвовало, представляло наше издательство художник Татьяна Коршунова. И впервые нас в прошлом году на десятый форум пригласили. Причем попасть туда не так просто. Они очень жестко отбирают участников. То есть они сами отбирают участников? Но это и, скажем так, оправдывает то, что они полностью компенсируют затраты на это участие. То есть они оплачивают и дорогу, и проживание, и питание даже, и участие в выставке. Но участник формирует такую посылку, что ли, заранее отправляет книги туда, которые потом там представлены на стенде. И после завершения выставки, которые остаются туркменской стороне. То есть они передаются в Национальную библиотеку Туркменистана. И при таком формате книги продавать там запрещено. То есть вы только показываете книги? Да, мы только показываем. Но мы, конечно, немножко прихватили там с собой этих книг. Потому что подходят там и из других библиотек и русскоязычные жители Туркмении, которых там до сих пор более 100 тысяч проживает. Это примерно 3% населения. В основном русские живут в самом Ашхабаде. Но их заметно там, их видно. То есть это примерно каждый десятый житель Ашхабада это русский. То есть русскоязычный, по крайней мере. Да, русскоязычный. Есть много людей, которые учились в Советском Союзе, в разных городах, в Москве в том числе. И люди старшего поколения, которые не учились в России, но которые достаточно хорошо знают русский язык. И такой контингент в большом количестве на выставке присутствует. Они, можно сказать, изголодались по русской книге. Хотя издание на русском языке в Туркмении выходит. Вот, кстати, газета, которая показывает Владимир, она как раз на русском языке. Она на русском языке, да. Там три государственных языка. Туркменский, английский и русский. Кстати, меня удивило, что у них английский язык государственный. И до сих пор пока еще понятия не могу, как он туда попал. Но это довольно продвинутый. Да, в прошлом году мы получили приглашение на одного человека. И наша книга «Чудо глиняное дымковское» там на выставке стала второй в номинации «Лучший издательский дизайн». В этом году тоже приглашали к участию в этой выставке. Потому что в рамках ярмарки, выставки проходит и конференция научная, книга «Путь сотрудничества и прогресса». Весь этот форум называется. Это общая тема, но это общее название и выставки, и форума, и конференции. И проходит конкурс книжный участников, которые там представлены. В этом году 19 стран приняли участие. Это все страны СНГ, все 11. Включая сам Туркменистан. И достаточно крупные игроки на рынке. Великобритания, США, Иран, Турция, Китай. То есть такая настоящая международная выставка. Настоящая международная выставка. И восток, и запад. Да, она впервые проходила в новом дворце Туркменской торгово-промышленной палаты, где огромный зал был представлен. Есть там и конференц-зал, и зал для приемов. То есть все это в огромном этом дворце уместилось. Хотя участники прошлых лет отмечали, что общая площадь немножко сократилась, но не сократилась насыщенность представительства. Эта книжная выставка, кроме книг, демонстрирует еще и произведения художников. Для художников Туркменистана это одна из немногих площадок, где они могут представить свое творчество. Представлены были и образовательные учреждения, и букинистические даже. Было любопытно полистать газеты начала XX века на русском языке. Начало XX века. Начало XX века. Закаспийские ведомости, например. И газета Асхабад. То есть огромная подшивка лежала, можно было полистать. Забавные объявления такие. Ну и вообще связь культуры, связь страны, некогда единой еще с дореволюционных времен, она до сих пор ощущается. Несмотря на вот эти 25 лет уже прожитых независимо друг от друга. Так вот, по итогам прошлого года, в этом году мы получили приглашение уже на двух человек, и тоже поучаствовали в выставке. И в этом году мы заняли первое место с книгой «Вятская и далек», «Вятская и сказки». В номинации? В номинации «Детская литература». Вот. Это вот достижение самое последнее, можно сказать. Это одиннадцатая как раз, вот то, которое ты не успел указать еще. Да, 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 это одиннадцатая награда. Кто оценивает? Кто в жюри входит? В жюри международное, насколько я понимаю. Вообще принимающей стороной является государственная издательская служба Туркменистана. Руководитель службы и присутствовал практически на всех мероприятиях. Его заместитель курирует выставку, курирует делегации. Он нас и встречал, и провожал. Это что-то вроде такого министерства печати, да? Да, это такой аналог министерства печати. Открывала выставку зампред кабинета министров Туркменистана. Зачитывала приветствие от президента. На русском? Нет, на туркменском и на английском. Но вот в газете оно было опубликовано, можно было на русском языке тоже прочитать. Понять, что сказали. Да, да, да. Ну и, кстати, и закрывали тоже уже приветствие. Ответное слово, так сказать, участников выставки и обращение к президенту зачитывали. Но русскоязычный вариант тоже был доступен, хотя он не прозвучал. Но некоторые туркменские участники, например, директор национальной библиотеки, он читал доклад на русском языке. Выходит у них журнал «Мировая литература». Они переводят иностранных авторов на туркменский язык. Главный редактор, девушка, которая читала тоже доклад на русском языке, она вообще наполовину русская. И она общалась тоже с нами на русском языке. А редактирует журнал на туркменском? Да. Ну вот, у них там полиглотов достаточно много. Если это языка, конечно. Нам звукорежиссер подсказывает, что нужно сделать небольшую паузу. Собственно, это сейчас и сделаем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается «Мужской понедельник». У нас в гостях Евгений Дрогов, директор издательства «Ократкое». Говорим мы о победах и достижениях этого издательства. В частности, у нас речь сейчас идет о Международном книжном форуме, который недавно прошел в Ашхабаде, столице Туркменистана, на котором книга издательства заняла первое место в номинации «Детская литература». Книга сказок на авиатском диалекте Тамары Копани в «Авиатская далекая». Правильно? Да, да. Сказал, да? Все правильно. Что получили? За эту победу. Каждый год вручается такая шкатулка из искусственной кожи. Шкатулка из кожи? Да. Ну, коробочка, я не знаю, как ее назвать еще. Шкатулка на замочке открываешь. Там в лыжементе в специальном такой диплом. Цветная печать на гладкой металлической пластинке такой наклеена на дерево. То есть это можно и повесить, и поставить. То есть это тоже произведение полиграфического искусства? Ну, в общем, это произведение искусства, да. В крышке, внутренней стороны, верхней крышки портрет президента. Туркмени, да. Туркмени, да. Так, безусловно, Туркмени. Господина Бердимухаммедова. Да, да, да. Гурбангулы. Так, все, я заботался уже. Лучше не надо. Гурбангулы Бердимухаммедова. Бердимухаммедов, да. Простите, господин президент. Это первое, что приходится выучить, когда приезжаешь в Туркменистан, как зовут президента. Причем в прошлом году был другой портрет. Они портреты обновляют. Вот у нас теперь две таких коробочки. В прошлом году второе место, в этом году первое. Вот надо сказать, что нам по секрету шепнули, что те участники этого конкурса, которые получают награды из Туркмении, но чаще всего они работают в этой государственной издательской службе Туркмении, они, во-первых, получают 50-процентную прибавку к зарплате сразу, а во-вторых, 50-процентную скидку на коммунальные услуги. То есть для туркменских участников эта выставка имеет достаточно серьезные стимулы. Мне кажется, надо заключить межгосударственное соглашение, чтобы эти льготы распространялись и на российских участников этой выставки. А если представить, что если бы Евгений издательство работало там, в Ашхабаде, то это... Ему уже скидка была бы до нуля практически. Жизнодсказка просто-напросто, да? Ну тогда бы, наверное, ему не дали два раза победить. Иначе накладывали бюджеты. В жюри входят и представители других стран, ну и приглашают в президиум. Вот с российской стороны, например, бывшего ректора Московского государственного университета печати, а сейчас это высшая школа печати Московского политехнического университета. Там у них объединение произошло. Вот он сейчас директор этой высшей школы. То есть он участвовал как почетный гость во всех мероприятиях. Президент Ассоциации книгоиздателей России тоже. Со стороны других стран. Польский коллега участвовал там, по-моему, казахский. А вот вообще, как бы, как сказать, книги-конкуренты, которые как бы конкурировали с вами в этой номинации, произвели впечатление? Ну, надо сказать, что Гурбан Гулы и Берды Мухамедов, он не просто любит книгу, он еще и писатель. Вот в рамках этого форума презентовалось сразу несколько книг. Например, восьмой том издания, которое называлось «Лекарственные растения Туркменистана». Вот, там выходили книги за авторством президента, посвященные лошади, алхакитинцы. Это можно легко понять, да. Одна из визитных карточек, исторических, так сказать, этого края. Посвященная блюдам различной национальной кухни Туркменистана. То есть это, мне кажется, очень сильно стимулирует всех и граждан, и чиновников особенно точно так же уважительно относиться к книге, как первое лицо государства. А вот сама полиграфия этих книг, она хороша? Они презентовали новый полиграфический комплекс. Его еще в прошлом году пытались к выставке открыть, но не успели. Тогда, вот в этом году, он заработал в полную мощность. Нам, к сожалению, не удалось там побывать, всем. Но это типография, можно сказать, типография. Да, часть делегаций, которая российская, которая там успела побывать, в том числе профессионалы в отрасли, они достаточно высоко оценили возможности, оборудование. Ну и качество печати тому свидетельствует. Вот и уровню, скажем так. Ну, судя по тем наградам, которые мы получаем на международных конкурсах, вятская полиграфическая промышленность тоже нормально работает, хорошо. Из России много издательств получили награды? Несколько получили. Что это за града? Не готов. Не готов озвучить, честно говоря. Но список можно посмотреть на сайте. Порядка сорока участников было с российской стороны. Довольно-таки много. Ну что, перенесемся из Туркменистана. Мне хотелось бы еще, чисто человеческий какой-то рассказ про увиденное в Ашхабаде. Просто Евгений до начала передачи рассказывал о том, что новый международный аэропорт открылся. Да, да, да. Единственный самолет, на котором мы прилетели... Нет, но когда мы улетали, там уже самолетов хватало. Это, видимо, совпало с тем, что было позднее время прилета наше. Уже мы там задержали рейс. Ну, сказали, что именно из-за готовности аэропорта задержали. Вот. Ну, и только что начал работать. А улетали мы через пять дней, через шесть даже. И очень много рейсов уходило, и не было ощущения, что... Вполне себе загруженный аэропорт, да? Да, что пустынность какая-то. Но они готовятся к азиатским играм следующего года. Там строится огромный стадион, везде висят табло с обратным отчетом времени. Вот мы когда улетали, там, 358, что ли. В газете 30 счет написано. Да, ну, там 357 уже, наверное, было дней. То есть чуть... Чуть меньше года. Да, чуть меньше года. Чуть меньше года осталось. Как люди, как погода, как улицы, виды, кухня, гостиница. Почти 40 градусов, несмотря на конец сентября. Как у нас. Жары. Как у нас летом. Вот. Удалось побывать в пустыне Каракумы. На такой очень оригинальной экскурсии, где очень много, кстати, иностранных делегаций. И американцы, и англичане, и японцы, и китайцы. Это называется на русский язык в переводе ворота. Иногда их называют, чтобы попугать туристов, ворота ада. Это такой провал в земной коре. Да, 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 знаменитая. Где горит газ. Штука такая. Вот. Особенно живописно это в темное время суток выглядит. Но и когда мы приехали уже почти практически в сумерках, это тоже очень зрелищно. Радиус где-то метров 50, наверное, 60 этого провала. Образовался он в начале 70-х годов. Международная группа, ну, вернее, тогда советская группа геологов проводили разведывательные работы и обнаружили такой провал, пустоту. И из-за какой-то ошибки все оборудование у них там провалилось в этот провал и образовалась дыра. Они подумали, что раз провал уже есть, значит, газа там немного, и подожгли его, чтобы обезопасить близлежащий населенный пункт. С тех пор и горит. Думая, что он выгорит быстро. Вот. 40 лет уже с лишним это все горит. Причем горение-то неконтролируемое. Да, и 10 лет назад даже были вынуждены близлежащие этот населенный пункт оттуда перенести, эвакуировать. То есть горит и горит, и неизвестно, сколько еще прогорит. Таких дыр там достаточно много. Я думаю, что это мой такой дилетантский взгляд, что это обычное явление, но обычно это заполняют водой. Либо они находят газ, тогда как-то консервируют эту скважину или начинают добычу, либо эту дырку просто заполняют водой. Там с водой-то, наверное, напряженка все-таки. Нас к одной такой дырке подвозили. Ну, тоже живописное место. В пустыне, где кроме колючек и каких-то вот таких чахлых кустарников ничего не растет, ходят верблюды, коровы, овцы. Не знаю, что коровы там находят, но верблюды. Понятно. И вдруг такой провал с водой. А там газ горит. Ну, и различных огнепоклонников там достаточно много собирается. Международная такая тусовка. Но мы до позднего вечера там пробыли и уехали обратно в Ашхабад. 265 километров достаточно продолжительное время занимает в пути. Посмотрелось население, численность населения Ашхабада. Да, около 6 миллионов в целом страны. 900 почти тысяч. Да, 900 тысяч. Так что ненамногим больше тут по сравнению с нашим городом. Ну, побольше, конечно. Побольше, раза в два, так примерно. Побольше, да, побольше. Но он по территории сейчас очень большой. Там вот эти памятники, они поражают, конечно. Памятник Туркменбаши, не помню, 50-ти, по-моему, метровый. И сверху статуя самого Сарпурмаата, Туркменбаши, которая постепенно вращается, как часы. Ну, вот с ходом времени она поворачивается. То есть в разное время суток она в разные стороны смотрит. Вот туда можно... Какое время суток, который час можно определять, наверное? Туда подъемник поднимается, то есть можно туда забраться, посмотреть. Там самое большое колесо обозрения закрытого типа. То есть оно в таком кожухе. Вот оно внесено в книгу рекордов Гиннесса, как самое большое закрытое колесо. Но мы туда попасть не смогли, мы поехали вечером. Оказалось, что там уже ничего не работает. Но если пригласят в следующем году, будет что посмотреть еще там в самом Ашхабаде. Ну и природные там различные памятники вокруг. Горы, опять же, ущелья. Есть такая тропа здоровья. Поднимается к телецентру. Тоже его видно практически из всех точек города. На горе такая замысловатая башня, сооружение. К ней подъехать нельзя. То есть туда не пускают автотранспорт. Но можно подняться. Там два маршрута. Два с половиной километра и восемь километров. Пожалуйста, забирайся в гору. Тропа здоровья. Про людей еще хочется послушать. До начала эфира, Евгений, вы сказали, что зажатый народ. Ну, они себя зажатым особо не считают. Но чувствуется некая предопределенность. Не сболтнуть, а бы что лишнего. Ну, и это тоже. Предопределенность, скажем так, поведения, каких-то высказываний, позиций какой-то. То есть все решает президент. Там есть Меджлиз, Государственный совет. Но президент сказал, что потолки в жилых домах будут 4,50. И все. И строят 4,50. И любят, видимо, пространство большое. Нет, ну это Восток все-таки, не забывай. Восток всегда был царством роскоши. В наших сказках даже. Ну, Турк-Министан, конечно, он особняком стоит вообще во всех странах и Центральной Азии, и в мусульманских странах. То есть его выделяют. Они гордятся своим нейтралитетом. У них опубликовано вот прошлогоднее выступление на 70-й сессии ООН президента отдельной книгой. Там на 30, по-моему, языках она переведена. То есть нейтралитет Турк-Министана позиционируется как некий подарок мировому сообществу, как можно существовать в современном глобальном мире, не вступая в какие-то союзы, но и не до конца изолируясь от мирового сообщества. Ну, вот такая специфика страны. О других достижениях издательства Украинской мы поговорим уже после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Формально-то оно светское. Светское государство. Просто я сейчас спросил у Евгения в перерыве, каким государством является Турк-Министан. Ну, я так понял, что по цвету газет все-таки ислам, там, говенствующая культура. Ну, он такой сдержанный, я бы сказал, то есть он не выпячивается там. Хотя во всех церемониях, там, молитва, например, перед торжественным обедом, ну, то есть никто никого не обязывает, не заставляет, там, ну, как дань вот некой традиции. — Евгений Дрогов, директор издательства Украинского у нас в гостях. Я напоминаю, если вы только что включили, настроили радиоприемник на нашу волну. Московская международная книжная выставка-ярмарка, которая тоже в сентябре прошла и на которой тоже засветилось наше издательство. — Да, просто в рамках Московской международной выставки традиционно подводятся итоги, ну, самых, скажем так, значительных книжных конкурсов. Большинство из них. Вот на Красной площади в июне на фестивале подводились итоги конкурса «Лучшие книги года», где мы тогда две награды, вернее, две книги у нас получили, четыре награды. — Две книги, четыре награды. — В двух номинациях, да. — В том числе «Вятская далёкая». — Да, «Вятская далёкая» и «Чудо глиняно-дымковское». Ну, вот эти две книги у нас, о чём Николай говорил вначале, 11 наград за годы получили. А в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в сентябре подводились итоги, в частности, конкурсов «Книга года». Это национальный конкурс, он считается самым главным у нас книжным конкурсом. Его проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. И вот эти наши две книги там тоже были представлены. Одна в прошлом году, а «Вятская далёкая» в этом году. Номинация, отпечатанная в России, мы попали в номинацию. Ну, то есть лауреатами стали конкурсов, не победителями. Конкурс краеведческой региональной литературы, который называется «Малая Родина», тоже итоги подводились в рамках ярмарки. Мы попали в номинацию «Литература регионов». Лучшая книга, посвящённая литературе регионов. Региональной литературе. Да. Она называется «Литература регионов». И самый, наверное, значительный в данном случае успех наш – это конкурс искусства книги стран СНГ, куда подают номинацию не издательства, а представители стран, ведомства, которые за отраслью отвечают. То есть ли вы сами себя туда когда подали книгу? Это как бы уже было решение, да? Две наши книги туда номинировало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Видя по итогам года, замечены они были в различных конкурсах, «Чудо глиняное дымковское» попало в главную номинацию. Гран-при она называется. Но мы стали номинантами. А «Вятская далека» стала победителем номинации «Лучшая детская книга». То есть две книги получили два диплома. Причем в номинации «Гран-при» благодаря Международному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ победитель получает миллион. В тех единицах, чья книга представлена. В этом году победила киргизская книга. Они получили один миллион сомов. Миллион сомов. Да, сомов. Но эти деньги не просто так выделяются, они направляются на книги, на оплату книг для комплектации библиотек крупнейших. То есть такое целевое назначение этого приза. Да, целевое назначение. Но все равно получить миллион, даже рублей. Хотя бы осознавать, что ты получил миллион. Хотя не поддерживаешь. Вообще, конечно, мы уже говорили, как бы об этом, да, может получить и японец, там, миллион, иен, да, это совсем немного. Большинство курсов стран СНГ, они, как бы, к рублю котируются выше. Повыше, да. К рублю у нас. Вот. То есть я как понял, что, а если, например, туркменское издательство победило к разговору об Ашхабаде? Ну, значит, миллион монат вы получили. А это у нас по-русски будет? Это примерно 18 миллионов рублей. Слушай, может, вам перебазироваться в Ашхабаде со своим издательством? Ну, не так это просто. Туда даже не так просто попасть, как я уже говорил. Просто с поездкой, да. А со своим бизнесом там точно никого не ждут, да? Ну, не знаю. Не могу сказать. По крайней мере, книжная отрасль там имеет государственные ориентиры. Так, еще об итогах, да. Московская выставка. Ну, в этом году, надо сказать, что ужесточились условия участия. Мы с 2010 года каждый год принимали участие в этой ярмарке. Причем до 2014 года участие для членов Ассоциации книгоиздателей было бесплатным. Мы участвовали в объединенном стенде АСКИ. И главное было туда доехать. То есть где-то разместиться. Но сам стенд был бесплатный. Для региональных издательств это очень большой стимул принять участие в выставке. Потому что с учетом специфики литературы, ассортимента, зонирования на выставке, полностью окупить все затраты очень тяжело. И руководство ярмарки прежнее до прошлого года это отчетливо понимало. Они получали на региональных участниках некую субсидию из бюджета. И региональные издательства на крупнейшей российской выставке ярмарки были достаточно широко представлены. В прошлом году, вернее, плата появилась даже не в прошлом году, а в позапрошлом, но она была такая условная. В прошлом году она достаточно уже была ощутимой. Это сказалось, конечно, на количестве участников. Но мы в прошлом году приняли участие. Где-то мы, не сказать, что окупили это участие, но, по крайней мере, какую-то отдачу получили. Хотя не все его условия были соблюдены. Нам обещали, что центральная зона в самом крупном павильоне ВДНХ, в 75-м, будет проходной. То есть через нее будут проходить все участники. И расположение там даст достаточно большой трафик посетителей. В итоге появилась какая-то рассогласованность между руководством ярмарки и администрацией павильона. И не были согласованы все требования безопасности. И основной поток пошел через другой вход. То есть через основной. И региональные участники остались в таком аппендиксе. Но мало кто нас в прошлом году заметил. В этом году мало того, что нам предложили этот же зал. Но, правда, пообещали, что проход будет обеспечен все-таки через него. Откроют те двери. Да, те двери, которые обещали в прошлом году. И действительно открыли. Но подняли в два раза практически плату. Мы долго думали, считали и решили, что мы участниками в этом году не поедем. Хотя удалось с нашими уральскими коллегами договориться. То есть книжки мы пристроили. Они там продавались на выставке. Как О-Краткая конкретно вы не поехали, да? Да, как участники О-Краткая мы не поехали. Плюс ко всем вот этим изменениям добавилась какая-то совершенно жуткая неразбериха организационная. На третий день, вот когда я уже уезжал оттуда, даже каталоги участников не появились. Даже схемы расположения стендов не было вывешены. И на информационной стойке была какая-то скромная распечатка. И посетители должны были бегать туда и смотреть, где издательство, как его найти. Каждый раз выбегать приходилось из уже проверенной зоны обратно в холл. То есть не знаю, с чем это все связано. Но впечатление тех, кто и участвовал стендом, и таких, как я, приехавших поучаствовать в деловой программе, неудумение. Просто вот, если не сказать возмущение, многих участников оно прослеживалось. Как бы главное книжное событие, даже удивительно. Хотя констатировали, что количество участников по-прежнему там несколько сотен. И около 50 стран приняли участие в московской международной выставке. Но она ощутимо сжимается вот визуально. Раньше весь 75-й павильон, все три зала она занимала. А, Б, С. С недавнего времени зал Б просто закрыли. То есть А и С. А в этом году даже А по сравнению с прошлым годом визуально выглядел скромнее. То есть не полночь занят был? Во-первых, на один ряд стало меньше. Центральная аллея. Можно было на танке в этом году проехать. Хотя раньше можно было там несколько рядов пройти. Но в часы, скажем так, максимальной загруженности посетителями было достаточно тесновато. Плюс часть зала, процентов 20, наверное, они были просто пустыми. Ну, как там сделали сцену для финальных мероприятий. Эта пустота не выглядела такой зияющей. Детскую зону туда перенесли. Но все равно, кто постоянно посещает выставку, участвует, было заметно, что количество участников сокращается. Видимо, это такая глобальная тенденция. Достается буквально пару минут. Все-таки, Евгений, хочется, чтобы вы хотя бы кратко рассказали про эти чудесные книги. «Вятская далекая» и «Чудо глиняное дымковское». Ну, я думаю, что эти книги должны быть в каждой вятской семейной библиотеке. Да, заинтересовавшиеся где-то. А тираж позволяет? Но полторы тысячи... Каждую семейную библиотеку не хватает. Каждую не хватает. Полторы тысячи и того, и другого, да? Нет, «Чудо глиняное дымковское» у нас был тысячный тираж. Причем основной тираж принадлежит дымковскому промыслу, музею дымковской игрушки. Это был наш совместный проект. Это уникальный каталог. Туда вошли мастерицы практически за все время существования промысла. С момента возрождения, в начале 20 века. Такого системного возрождения. И до сегодняшнего дня. Более 70 мастериц. Около 800 экспонатов там представлено. Ну а сказки «Вятская далёка» — это проект, осуществленный вместе с нашим художником Татьяной Коршуновой. И, самое главное, автором Тамарой Копаневой, которая согласилась его осуществить. С нашей подачи сказки, которые собирал этнограф Зеленин в начале 20 века, они были переосмыслены автором и написаны с использованием вятского диалекта. А вот эта аудиовкладка, она по-прежнему распространяется вместе с книгой? Да, да, да. То есть в проект входит не только книга, игра «Вятские слова» и аудиодиск, где мы записали благодаря самому автору. Она две сказки читает и две сказки читает Руслан Мамедов. То есть в аудиоформате можно не только послушать, но и проникнуться всеми теми интонациями, той лексикой, которая богата вятская речь. Где можно ознакомиться сейчас с этими книгами? Ну, во-первых, в издательстве можно прийти и посмотреть, и купить. Ну и в крупных магазинах, вятка распечать, например, в магазинах сувениров. Ну, вятских сувениров. Да, вятских сувениров, там, на Спасской, например. Ну, вот заведешься такой книгой и будешь потом вспоминать нашу сегодняшнюю передачу и наш рассказ о том, с каким такой феерической шествием эти устроили по планете, да, эти издания, родившиеся в нашем городе. Да, от Ашхабада до Москвы. Спасибо, завершается на этом, можно сказать, понедельник. Евгений Дрогов, директор издательства «Ократкое». И впредь желаем вам добиваться больших успехов. Спасибо большое. Чтобы следующие книги брали еще больше примеров. Спасибо, читайте книги. Николай Гуликов. И Владимир Смитрович. До свидания.